Привет, друзья. Еду на коп. Заблудился в траве немножко. Тут конкретные заросли. Благо какая-то вот тропинка идет. По ней-то мы будем ехать. А собственно что остановился, увидел вот красоту ковыль вот этот вот. Сейчас хочу просто сделать несколько фотографий. Ой, ребят, не хотел снимать, но сил нет. Решил сделать 5-минутный перекур и завпечатлеться. Дело в том, что до туда я не доехал до места нужного. Тропинки заросли все. Я не смог найти. Какой-то ехал-ехал. Приехал к реке. Посмотрел. Очень большой крюк еще не смог прорваться через траву. Почва такая песчано-земельная. Вроде бы трава. Грязнет все. Лужи, болото. Короче, плюнул, вернулся. Катался-катался. Где-то вот в тех краях, короче. Там дорога проходит. Как бы вот за теми деревьями. Туда дальше. Не смог преодолеть болото. Там просто пешком я даже не прошел. Там кусты, иво всякое. Вообще невозможно. И вот сейчас пешком иду в траве по пояс. Такая травища. Ужас. Вот там, надеюсь, трава помельче. Блин, немножко запутался куда мне надо. Вот куда-то в ту сторону. Ладно, там сориентируюсь. Устал. Ну вот, первая находочка. Долго ждать себя не заставила. И вот такая... Не знаю, фокуса нету есть. По-моему, нету ни черта. Алло, фокус. Фиг его знает. В общем, вот такая кониночка попалась. Работаю снайперкой. Потому что место очень замусоренное. Ну вот, первая находка есть. Отлично. Нет, по-моему, фокуса. Ну вот, из очередной ямки вытащил ложку. Корейская. Кто-то весело уплетал, аж об тарелку стащил часть ложки. Немножечко обломанная. Все равно находочка. Продолжаем. Ну вот, из очередной луночки выпала обломанная курительная трубка. Еще их называют опемные. Вот такая вот находочка. Да что такое? Все из перчаток из этих валится. Вот такая. Итак, прибор показывает 18-20. Что-то здесь вот уже 22 пошебуршил. Сейчас посмотрим, что мы нашли. У меня же пинпоинтер есть, я и забыл. Ай, в кармане застрял. И где? И чё? Хех, странно. О! Так, чё-то есть. Сейчас. Пуговица. Я даже сначала и не понял. Пуговица с орлом. Блин, не видно, да? Один фиг не видно. Да, фокусировочка тут, конечно, плоховастая. Ну, сейчас сфотографирую. Сейчас сфотографируем. А сейчас попался просто кусочек свинца. Но причём снайперка изумительно отработала. Здесь много гвоздей. Я их уже понаходил. Но свинец среди гвоздей он увидел снайперочка. Очень нравится это дело мне. Итак, в очередной раз, убеждаясь, что снайперка рулит в данной ситуации. Среди травы и прочего мусора. Нашёл я всё-таки. Ну и чувствую, цветной сигнал был. Вот она. Копеечка. Тридцать пятый год. Ну, нету фокуса, блин. Копеечка, тридцать пятый год. Сохран отличный. Сейчас зафотографирую. Варю суп из пакетика гороховый. Устал, пока больше находок нет. Когда сначала вдруг пошло и всё. И пока затишье конкретное. Сейчас поем, наберу сил. Посмотрю, где ещё походить. Конечно, снайперка выручает здесь колоссально. С большой катушкой я бы уже давным-давно устал. Вот, что ещё хочу сказать про неё. Удобно и между травы. Хотя иногда бывает какая-то вот вьюнок всякий путается. Вот, но всё равно между травы удобно. Маленькой катушечкой. Плюс здесь сильно очень замусорено. Я уже не снимаю всякий шмурдяк. Маловато памяти. В общем, сейчас поем. И продолжим. Взготовился суп. Горяченькое. Вообще сейчас классно. Утром, когда выезжал, всего лишь плюс 3 градуса было на улице. Несколько раз останавливался. Грел руки. Я мотор мотоциклом. И продолжал потом путь снова. Ну ладно, как я уже говорил. Проехать я сюда не смог. Там конкретные заросли. Ни тропинки, ничего вообще не осталось. Я сейчас отсюда бугра посмотрел. Там пешком заблудиться можно. Дрова, ковыль, камыш. Человеческий рост. Просто не видно куда идти. Короче, пешком можно заблудиться. Поэтому пришлось вот такими маршрутами прорываться сюда. Ну сейчас поем супа. Да продолжу поиски. Может что еще попадется. Дедушка у земляного угостил. Из фляжечки. И посмотрим, как у нас пойдет дело дальше. Ну в общем, общая картина. Везде трава. Куда ни посмотри. Хожу в основном в руку вот этого бугра. Тут стояла фанза. Крестер. Дальше вон туда, в сторону этих деревьев. На краю поля лежит жернов. Там болотина. И фиг пройдешь. И трава. Там озеро. С той стороны овраг. Протока идет. Шириной метра три. И глубиной метра два. Перебирался фиг пойми как. Кое-как. Жалко. Что-то я не догадался. Взять экшн камеру. Взять экшн камеру. Взять экшн камеру и на резиночке налобной заснять этот процесс. Было весело. Ребят. Периодически. Кстати. Со всех сторон. Кто там. Ну там уже прекратилось. Видать или переехали. Где-то в тех вот сопках. Слышны выстрелы. Кто-то охотится. Вот такие вот дела. В общем, немножко я покушал, заварил чай, пускай пока настаивается. Попробую еще чуть-чуть походить. Очередной цветной сигнал, но в этот раз вот кусочек от миски, так называемая белая бронза. Почему белая? Дело в том, что в наших краях медь металл дефицитный был. Тут залежей нету, так сказать. И вот изделия изготавливались практически без содержания меди. Ну, в общем, что. Ничего я больше не нашел. Сейчас вот допью остатки чая. Да поеду домой. Что же делать-то? Уже начинает слегка холодать. Температура падает. Пора закругляться. Ой. Ну все. Всем пока.